Глубоко уважаемые коллеги, позвольте перейти к этой теме, трудной теме. Она касается диагностики крайне редкой злокачественной опухоли. Это создаёт трудности на этапах как раз диагностических, как у докторов общей практики, так и даже у нас у онкологов. Если характеризовать, что такое трофобластическая болезнь, а сюда входят и злокачественные, и доброкачественные формы, доброкачественные, это пузырный занос, и злокачественная хориокарцинома, то это общий термин. И надо ещё раз, вот здесь вы видите, в первом тезисе указано, что эта опухоль связана с беременностью. Крайне редко бывает трудно связать данные заболевания, когда ставится диагноз с ранее бывшей беременностью, которая могла закончиться или родом, или выкидышем, или внематочной беременностью. Почему возникают эти опухоли? Это связано с патологией в трансформации трофобласта, то есть это нарушение в процессе оплодотворения и дифференцировки ткани, когда мы рассчитываем на физиологическое развитие беременности, а, к сожалению, всё идёт по патологическому пути. Вот здесь гистологическая классификация трофобластической болезни. Вы видите, 0 морфологической классификации, это доброкачественный процесс, пограничный 1, и злокачественная 3. И под 0 доброкачественной формы здесь выделен пузырный занос, полный или частичный, а уже к пограничным формам относится инвазивный пузырный занос, и он даже может быть метастатический. А далее вы видите это хориокарцинома, который раньше звучал как хориенэпителиома, далее эпителиоидная трофобластическая опухоль и трофобластическая опухоль пациентарного ложа, которая занимает такое среднее положение. Что же характеризует трофобластическую болезнь? Мы будем, конечно, говорить о злокачественных формах. Это редкая опухоль, подчёркиваю, и частота среди злокачественных опухолей у женщины меньше 1%. Поражает молодых женщин, сейчас это звучит как премиенопаузального возраста, это включается всё до возраста менопаузы, то есть репродуктивного возраста женщины, и всегда эта опухоль, я подчёркиваю, связана с беременностью. Эта опухоль крайне высоко злокачественная, и она быстро метастазирует, и имеет свой опухолевый маркёр, чем не могут похвастаться многие солидные опухоли. Эта опухоль не имеет своих сосудов, поэтому идёт быстрый злокачественный форм, быстрое метастазирование. Но при этом, несмотря на то, что это очень агрессивная опухоль, здесь высокая частота излечения злокачественных форм, даже метастатических вариантов. И после излечения у женщины может сохраняться репродуктивная функция. Пузырьный занос мы не относим к опухолевому процессу, потому что это фактически пролиферация неизменённого трофобласта, когда идёт неразвитие, то, что мы рассчитывали на эмбрион, плод, ребёнок, а, к сожалению, идёт бурная пролиферация трофобласта, то есть пузырный занос. Это очень важно в гистологическом плане определить, дифференцировать от злокачественных форм, потому что визуально, как и инструментальными методами, трудно дифференцировать и по клинике заболевания доброкачественный вариант и злокачественный вариант трофобластической болезни. Ну, вот видите, внизу на картинке трофобластическая опухоль, которая звучит как пузырный занос. Пузырный занос, потому что, вы видите, это название идёт от такой визуальной картинки в виде пузырьков пролиферация трофобласта. Такая бурная пролиферация трофобласта приводит к тому, что во время беременности, уже не истинной физиологической беременности, а пузырного заноса, часто это споражается и лютеинами. Истами, которые иногда принимают даже за метастатическое поражение. Выделяют полный пузырный занос и частичный пузырный занос. При полном пузырном заносе тотальное поражение полости матки и замещение плода. То есть уже не будет найден плод, а частичный, когда наряду с варсинами хориона, всё-таки остается уже погибший, к сожалению, плод. Вот посмотрите инвазивный пузырный занос. В предыдущей картинке и данной картинке очень трудно дифференцировать. Даже вот в удаленной матке какой-то процесс доброкачественный, злокачественный, а это пограничный оказался гистологический пузырный занос, но с инвазией уже в миометрии. И когда мы смотрим на картинки макропрепаратов хориокарцинома, мы тоже визуально не можем сказать, это доброкачественная или злокачественная форма трофобластической болезни. Всё устанавливается только гистологически. И в отличие от пузырного заноса, здесь уже нет варсин хориона, есть атипиев трофобласти. То есть уже необычный трофообраз, пролиферирующий, к сожалению, тоже это патологический процесс, но идёт вот такого рода атипия. Вот картинки хориокарцинома. Видите, опухолевая ткань и тоже сопровождается литеиновыми кистами. Это данная картинка. И то, что мы говорили, что эта опухоль не имеет своих сосудов и быстро идёт метастазирование, вот здесь как раз представлены метастазы. Метастазы во влагалище под уретры, метастазы, удалённые из лёгкого и другие локализации метастазов этой злокачественной опухоли. Какова симптоматика трофобластической болезни? Мы говорим, что это связано с беременностью, и это прерогатива, конечно, диагностики акушеров-гинекологов, когда разговор идёт о пузырном заносе. То есть женщина предполагает, что у неё нормально развивается беременность, как вдруг кровенистое выделение, кровотечение, и здесь думается о патологии беременности. Это может быть и ранний выкидыш, и поздний выкидыш. Однако, кроме того, что все проявления той же, казалось бы, беременности, но на что обращает внимание врач, что матка не соответствует срокам беременности, она значительно больше, но исключается двойня, и скорее думается уже о патологии, возможно, пузырном заносе. И что обращает на себя внимание, и образуются лютеиновые кисты, и доктор прибегает уже к инструментальным методам обследования, и в первую очередь к ультразвуковому исследованию. И при ультразвуковом исследовании, вы видите здесь вот на этих картинках, пузырный занос, мы не видим плода, и в виде таких пузырьков образования, и вот идет тотальное поражение в полости матки, заполнение трофобластом. Это так называемый швейцарский цирк, картинка трофобластической болезни. Но сказать, какая форма, доброкачественная форма, или злокачественный процесс, по ультразвуковой картинке невозможно. Но уже диагноз трофобластической болезни выставляется. Ну вот параллельно лютеиновые кисты увидит доктор, но то, что он обязательно сделает, конечно, это определение бета-хорионического гонадотерапина. Это опухолевый маркер, но бета-хорионический гонадотерапин, это гормон, который сопровождает беременность. Есть соответствующий уровень сроком беременности, но когда этот уровень выше тем табличным вариантом, соответствующим сроком беременности, вот здесь, конечно, будет тревога у акушера-гинеколога. Вот нормальная развивающаяся беременность и показатели хорионического гонадотерапина. Где-то максимально это к 12 неделям беременности, до 20, может быть, тысяч единиц, а дальше идет снижение. И вот ситуация, когда сейчас нам пациентку направили из областной больницы, у которой 19 недель беременности, и чуть ли не зашкаливающий, говорит, миллион даже, нам будет эти трава не перепроверено, числом, то есть тысячами, сто тысячами исчисляется уровень хорионического гонадотерапина. То есть вот то, что говорит об трофобластической болезни. Какая тактика при пузырном заносе, при доброкачественном процессе? В этих ситуациях привлекает к эвакуации пузырного заноса, нужно поставить диагноз, надо гистологически исследовать удаленную ткань, и далее, если это оказывается гистологически пузырный занос, то никакого дополнительного лечения после эвакуации пузырного заноса не проводят. То есть идет только мониторирование за больной, то, что делают акушер-гинекологи, и идет, они смотрят по хорионическому гонадотерапину и по УЗИ, уже эвакуированная, пустая фактически полость матки, определение и снижение хорионического гонадотерапина. Дополнительная химиотерапия этим пациентам не проводится, только в случае, если они уходят из наблюдения, которые вот из области и так далее. Иногда в некоторых ситуациях, если они будут уходить из мониторинга, то может быть рекомендована монотерапия метатриксатом. Здесь дозы невысокие. И этим пациентам в течение года не рекомендуется беременность. То есть рекомендуется контрацепция, а далее они могут, а у них всегда это желание у женщин, когда беременности есть, они хотят прервать большое количество, а когда их нет, то наоборот желание забеременеть. Их спрашивают, когда, когда. Значит, в этих ситуациях рекомендуется в течение года, чтобы была контрацепция. Ну вот даже у нас такой был случай, когда доктор ставил рецидив пузырного заноса, или даже, по-моему, даже был злокачественный процесс. А на самом деле, по хреническому гонотерапию, а просто женщина раньше времени забеременела, и на УЗИ увидели развивающуюся нормальную беременность. Но здесь, конечно, если, как мы говорим о злокачественной форме, где проводится химиотерапия, там однозначно исключается в ближайшее время беременности, но и при простом пузырном заносе тоже в течение года беременность не рекомендуется, потому что, возможно, повторные пузырные заносы, а если это еще и инвазивный пузырный занос, то высокая частота и в дальнейшем случаев уже валигнизированных форм трофобластической болезни. Но нас, как онкологов, больше волнуют злокачественные формы трофобластической болезни, это хорикарциномы. Какие ранние признаки? Они уже прозвучали, да? Увеличение бета-хорионического гонадотропина у женщин не только во время беременности, у молодых женщин, но даже если в анамнезе где-то полгода назад, даже год назад была беременность, которая завершилась или родами, или абортом, потом маточные кровотечения рассматриваются как нарушение менструального цикла, но если сделать этот гормон, посмотреть бета-хорионический гонадотропин, если он высокий, то надо заподозить трофобластическую болезнь, как уже связываясь с той беременностью, которая была, которая могла нормально завершиться родами, но в дальнейшем может быть поставлен такой диагноз и на клинических случаях это покажу. Поэтому всем женщинам с нарушением менструального цикла, и если это связано с предыдущими беременностями, рекомендуется акушерным гинекологам обязательно провести тест на определение уровня хорионической гонадотропины. И вторые два восклицательных знака молодым пациенткам с выявленными метастазами неясной этиологии необходимо определять уровень хорионического гонадотропина. То есть выявляются метастазы в легких, нигде нет первичных очагов, и надо подумать о том, и если анамнез внимательно собрать, то надо исключать и трофобластическую болезнь. И еще одна особенность этой опухоли, химиотерапевты всегда говорят о том, что мы лечить без морфологической верификации не будем онкологических больных. А вот эти опухоли лечат даже без морфологической верификации. Только по уровню хорионического гонадотропина. Может быть решен вопрос, что это злокачественная форма трофобластической болезни. Нигде не подтверждается гистологический этот диагноз, но поставляется такой диагноз и проводится высокодозная химиотерапия. Посмотрите, даже классификация трофобластической болезни злокачественной формы она отличается от классификации по стадиям солидных опухолей. Третья стадия метастаза в легких. То есть то, что при других солидных опухолях это четвертая стадия заболевания, здесь это рассматривается как третья стадия. Четвертая это только метастаза в печень, отдаленные метастазы в головной мозг, мозговые оболочки. То есть мы можем вылечить, мы увидим и третью стадию метастатическую за достаточно короткий промежуток времени на соответствующем лечении. Значит, планированное лечение этих больных это консервативное лечение, когда выставляется такого рода диагноз, локачный форм. Если он поставлен гистологически или по уровню холианического гонадотропина, который крайне высокий, зашкаливающий и связан это с беременностью ранее перемещенной, здесь выставляется и когда клинические или соответствующими методами выявляются метастатические варианты опухоли, выставляется диагноз и лечение начинается даже без морфологической верификации с химиотерапией. Посмотрите, прежде чем назначить какого-либо рода терапию, какую-либо терапию, опытный химиотерапевт, а у нас есть центр, который занимается лечением трофобластической болезни, здесь оценивается, какой вариант лечения будет придет. Будет ли назначена терапия для пациентов с низким риском, но это злокачественная форма, химиотерапия в виде монотерапии невысокими дозами метриксата, или же это будет сразу высоко дозная химиотерапия. И обратите внимание, что прогностически неблагоприятно, но, конечно же, это возраст. Если женщина старше 40 лет, предшествующая беременность, это роды, нормальные роды, это оказывается хуже даже, если потом был поставлен, связанный с беременностью, завершившейся родами, чем выкидыш или медицинский аборт. Интервал между окончанием беременности и началом химиотерапии, то есть поздняя диагностика. Высокий уровень хронического гонадотропина, это тоже прогностически неблагоприятно. Локализация, конечно, размеры опухоли, и когда суммируются баллы, если число баллов меньше 6, то будет назначена соответствующая монотерапия. Если же это больше 7, то есть эта опухоль, возможно, будет резистентна на обычную химиотерапию, сразу назначается высоко дозная химиотерапия. Вот здесь мелким шрифтом это выделено, но посмотрите, метриксат при низком риске назначается в дозировке 50 мг внутримышечно или внутривенно с соответствующим интервалом и довольно-таки небольшая доза. Если метриксат неэффективен или какие-то побочные варианты, назначается дакцинамицин. И при высоком риске сразу высоко дозная химиотерапия, где метриксат в дозировке 100 мг на метр квадратный. Это длительные инфузии, и это лечение проводится в соответствующем варианте полихимиотерапии. При резистентности первой линии химиотерапии идет смена на другую химиотерапию. То есть таким образом довольно-таки интенсивно проводится лечение в расчете на полное излечение даже метастатических форм трофобластической болезни. Посмотрите, злокачественная опухоль, которая излечивается в некоторых исследованиях даже до 100%, но колебания от 100% до 70% выживаемости больных после консервативного лечения трофобластической болезни. Там, где высокий риск, результаты тоже не такие уж и плохие, а у некоторых даже достигают 100%, но все-таки это 60-70% мы рассчитываем на хорошие результаты излечения больных даже с метастатическими формами трофобластической болезни. Ну вот здесь представлен такой алгоритм, как обследовать, когда мы подозреваем, и как проводить лечение этих больных. Но я хотела бы, знаете, запоминаются клинические случаи. И на клинических случаях я хочу продемонстрировать как диагностику, так и лечение этих больных. Посмотрите, пациентка, которой 38 лет, но в 2009 году она сама врач и медицинская семья. У нее появляются жалобы на слабость, головные боли, появляется диплопия, птос правого века. Эта слабость не позволяет ей даже встать с постели, и на фоне вот такого бронхита даже появляется кровохарканье. Приглашается участковый врач, который, ну, раз кровохарканье, помимо того, что до этого какое-то лечение было, делается рентгенография легких, и выявляются множественные метастазы в легких. То есть кахектичная, даже больная уже, она лежит в позе эмбриона, вот не может встать, и приглашается онколог. Надо сказать, что, к счастью, это даже оказался не просто онколог, онкогинеколог. И когда она пришла, доктор, она обратила внимание, что в другой комнате бегает ребенок, полуторагодовалый, и она внимательно собирает анамнез. И выясняется, что полтора года назад были роды, все было нормально, а через год после родов маточные кровотечения, по поводу которых пациентка попадает в гинекологическое отделение, ей делают УЗИ, видят высокий уровень хронического гонадотропина, предполагают, что это просто ранний выкидыш, обследуют, не выявляют ни уже уплотного яйца, не видят и трубной беременности, и выписывают эту пациентку под наблюдение. И онколог повторяет бета-хронический гонадотропин, и оказывается 83 тысячи. Беременности нет, высокий титр хронического гонадотропина. И далее опять рентгенография легких, множественные метастазы в легких, и она еще обращает внимание, что появляются менингиальные симптомы пациентка, вот мы говорили, птоз и так далее, ригидность мышц шеи, и при МРТ головного мозга выявляется очаг в мозговых оболочках, вот соответствующая локализация, что приводит к диплопии, к птозу. Эта пациентка госпитализируется в наше учреждение, и ей начинается сразу высокодозная химиотерапия. Подсчитаны баллы, они больше 6, 11 циклов высокодозной химиотерапии. Из 83 тысяч снижение уровня хорианического гонадотропина до единицы, то есть практически до нормы. И, казалось бы, на этом можно закончить лечение. И предполагалось, что заканчивается лечение после консолидирующих трех курсов, однако через месяц отмечается опять повышение хорианического гонадотропина. И тогда возобновляется химиотерапия по другой схеме. И так как не видится эффекта вот этой химиотерапии, пациентке рекомендуют операцию, и она выполняется, профессор Левченко, по поводу вот очага, оставшегося очага, так, остаточной опухоли, возможно, это просто предполагали уже некроз опухоли, ничего не будет. И делается левосторонняя торокотомия, нижняя лобокотомия пациентки с лимфодисекцией. И метастаз хориокарцинома, здесь гистологически этот диагноз ставится, и в пределах здоровых тканей удаляется опухоль. Сразу же снижается хорианический гонадотропин до нормы, и предполагается, что лечение даже тоже прекращается. Однако появляется повышение опять хорианического гонадотропина до 12, пациентка жалуется на головные боли, и опять обращают внимание на очаг в головном, в мозговых оболочках. То есть 4 мм образования, и это картина солитарного метастаза, которая увеличивается до 6 мм, увеличивается и хорианический гонадотропин, и этой пациентке выполняется соответствующая процедура, это гамма-нож. Это в 2011 году. И далее вы видите снижение хорианического гонадотропина. Это 2011 год, 2009 года пациентка лечится. На сегодня пациентка здорова, она работает стоматологом, все благополучно. Видите, насколько клиника заболевания, и вот здесь уровень хорианического гонадотропина, и 22 месяца идет борьба в лечении и химиотерапии, и операции. Если возможно, я еще два случая приведу. Другая пациентка, 29 лет, молодая пациентка, предварительный клинический диагноз, выставляется трофобластическая болезнь. Тоже вероятно, потому что морфологического подтверждения нет. Хориокарцинона с метастазами в легкие. Что же у нее, у этой пациентки в анамнезе? Значит, в 2018 году, это совсем недавняя пациентка наша, срочные роды, нормальные роды, но через три недели кровотечение, маточное кровотечение, и госпитализирует в гинекологические отделения, предполагает, что нарушение, какой-то причине делают аднексектомию, обследуют и матку, и нигде никакого процесса ни опухолевого, ни беременности, остатка плодовица, ничего не находит. Однако, опять же, обращают внимание, уже здесь сразу же, что высокий уровень хронического гонадотропина, 225 тысяч. А мы говорили, что норма вообще должна быть меньше единицы, но во время беременности до 30 тысяч, а здесь высокий, и опять же появляется по КТ множественные метастазы в легких. И эта пациентка, я не останавливаюсь, как ее лечить, но я хотела обратить ваше внимание, что лечение очень трудно идет. Тоже схема МАКО, потому что после родов здесь у нее и тело было, и аллергические реакции на этапозит, вплоть до анафилактического шока. То есть очень сменяется одна химиотерапия на другую химиотерапию, то есть проводится соответствующая терапия. И в конечном итоге этой пациентке приостанавливает химиотерапию, потому что уже невозможно, но не удается снизить до нормальных цифр бета-хронических гонадотерапий. И тогда идут на краевую резец легкого, где тоже есть остаточная опухоль. Удаляют вот остаточную опухоль, и там не находят опухоли, то есть некроз. То есть эффект хорошей химиотерапии. Но вот благодаря тому, что все-таки относительно своевременно, в течение фактически нескольких недель после родов за подозрение этой диагноза проводится соответствующее лечение, уже, к сожалению, метастатическая форма, эта пациентка на сегодня тоже излечена. И самая последняя пациентка, которую я хотела тоже вам продемонстрировать, но это вот заслуга наших химиотерапевтов. Пациентке 25 лет, в феврале 2012 года, падение с потерей сознания. Ее госпитализируют в многопрофильную больницу с диагнозом сотрясения мозга и делают МРТ. И по МРТ видят гематомы головного мозга. Вы видите, вот картинки. И делается дважды крайне атомия, удаляются эти гематомы, но по ходу выявляются и метастазы в легких. И уже задумывается. Здесь, по-видимому, онкологический процесс. И опять же анамнез. В анамнезе, оказывается, полтора года назад был выкидыш на сроке 5-6 недель. Потом профузное кровотечение. И в 2010 году ей экстерпируют матку по предполагаемому инвазивному пузырному заносу. И вот на момент, когда выявлены изменения очаги в головном мозге и в легких, в этой хронической гонадотерапии наказывается 115 тысяч. И в многопрофильную больницу приглашается наша химиотерапия, потому что эта пациентка находится в коме после двух крайней атомии. И здесь по жизненным показаниям начинается химиотерапия, правда, не имака, сначала с монотерапией метатриксатом, затем пациентка начинает уже вставать, ходить. Мы переводим ее в наш институт и продолжаем лечение. Помимо этого выявляются метастазы в селезенке, опухолевый тромб в предсердии выявляется, но проведение химиотерапии шести циклов и МАКО позволило снизить бета-хронический гонадотерапин до 0,1 единицы и полный регресс метастазов. И на сегодня эта пациентка в клинической ремиссии, правда, некоторая заторможенность у нее психологическая есть, из-за того, что вот такого рода было у этой пациентки лечение. И в заключение мне бы хотелось подчеркнуть, что трофобластическая болезнь, злокачественная форма, это редкая злокачественная опухоль, поражает молодых женщин, связанная с беременностью, высоко злокачественная, но высокоэффективное лечение химиотерапии даже с одоленными метастазами. И сохраняется репродуктивная функция, эти женщины могут беременеть и рожать. И поэтому нужно обращать внимание, что молодым пациентам с выявленными метастазами неясного генеза необходимо определять хронический гонотропин, если внимательно посмотреть на анамнез, если там прослеживается в ближайшее время беременность. И диагноз может уставляться даже без морфологической верификации. У нас в институте создан центр по лечению герминогенных опухолей, как гинекологических, так и урологических и трофобластической болезни. Вот во главе со Светланой Анатольевной Проценко онкогинеколог, два химиотерапевта, которые активно обсуждают и проводят лечение кальтилиума этих больных. И надо сказать, что вот в эти белые ночи к нам приезжали англичане наши, где у них центр европейский по трофобластической болезни, у них еще реже это опухоль, однако у них два центра в Лондоне и под Лондоном. И одну из пациентов мы с ними даже консультировали и тоже вот так принимали решение. Поэтому мы приглашаем на следующие белые ночи. Не знаю, будем ли мы эту тему рассматривать, да или нет, но у нас в мае будет отдельная секция, СГОКШОП с Российским Обществом онкогинекологов в Санкт-Петербурге по онкофертильности. И там будет Майкл Секл вот тоже по трофобластической болезни. Спасибо за внимание.